Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите Театрал Ньюз. В этом выпуске расскажем о театральных премьерах, кино и других новостях культуры. 25 апреля Тверской суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову к 7 годам колонии общего режима. А также обязал компенсировать Минкультурой более 125 миллионов рублей и запретил в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолженности. Ярилову обвинили в том, что злоупотребив должностными полномочиями, она способствовала включению в программу Пушкинской карты самого высокого музея мороженого в мире, в одной из башен Москва-Сити. В результате из бюджета необоснованно выделили более 125 миллионов рублей на льготные билеты для школьников и студентов, при том, что официального статуса музея эта организация не имеет. Ольга Ярилова вину не признала, заявив, что не продвигала включение музея мороженого в программу Пушкинской карты и не получала за это денег. Без преувеличения мировая премьера состоялась в Театре Маяковского. Роман на Рене Абгарян-Симон впервые адаптировали для театральной сцены. Над этим работали драматург Ирина Васьковская и режиссер постановки Денис Хуснеяров. По его словам, выпустить спектакль по роману «Симон» предложил сам Театр Маяковского. Я откликнулся, потому что он мне понравился. Это хороший роман. Понимаете, роман написан немножко, ну так мягко говоря, немножко так сентиментально, немножко наивно. Вот. И почему Ира Васьковская, это драматург пьесы нашей, потому что она достаточно сухая такая, ну такая жесткая очень, структурированная. Вот. И мне показалось, что над этим романом должен работать человек, который немножко жестче пишет свои пьесы и получится хороший симпатизм. То есть все лишнее уйдет и останется сама суть. Атмосфера армянского городка Берц, его музыкой и танцами, узкими улочками, распахнутыми настиж окнами, сплетнями и досужими разговорами. Зрители постепенно погружают в жизнь этого небольшого города и выводят образ заглавного героя – Симона. Не будучи красавцем, он покоряет женские сердца своим взглядом, изменяет жене и получает от мужей своих возлюбленных. А ради вот этого, необычное распутствие, скажи мне. Да нет, это жизнь, понимаешь, это жизнь, это радости жизни, ради чего еще жить человеку. Только для радости он должен жить, кроме долга, у человека нужна еще и радость. На одном долге ведь не протянешь. Кончатся твои силы и долг придавит тебя к земле, как тяжелая ножа старого осла. А потом Симон внезапно умирает. И проститься с ним приходят все женщины, которых он когда-то любил. Именно во втором действии раскрывается глубина и образа Симона, и спектакля в целом. Он только рад и этого живет. Его все знают, его все любят. Он каменщик, он всем помогает. Ну и не забывает о себе. Но это тоже как-то происходит не специально. Он не донжуан, он делает так, чтобы соблазнить, чтобы специально увезти из семьи. И вот у этих женщин тоже происходит какой-то химический взрыв, что неожиданно для себя и для меня. Раз, и вот что-то тут забегало. Вот у них у каждой же своя беда и свои горе. Кто-то не могла забеременеть, у кого-то ушел муж, изменил и прочее, прочее. И тут он раз возникает и как-то спасает, вытягивает, подает смысл жизни. Как-то он вдыхает в них, вкладывает какое-то свое, помогает. Одна из тех, кому своей любовью помогает Симон – Сильвия, героиня Дарьи Повереновой. После жизни с мужем-тираном она хочет, наконец, обрести женское счастье и любовь. Трагичная жизнь была до встречи с Симоном. И, слава богу, я не испытала, что испытала она, но мне хотелось сыграть женщину, которая благодаря любви расцвела. Она сказала, что любовь к мужчине изменила ее жизнь. Это, наверное, банально, потому что мы все хотим любви, мы все хотим любить, быть любимыми. Здорово, если это в жизни происходит. У моей героини эта любовь была. Хоть немного, хоть полтора года, но настоящая любовь была. Спектакли просто и без пафоса говорят на очень сложные темы. Любовь, измена, трусость, предательство, жизнь и смерть. Одна из самых многоликих персонажей спектакля – Вардануш, которая появляется на сцене почти всегда и часто угощает героев яблоками. Она такая городская сумасшедшая, это такой дух этого города. Она в какой-то мере смерть, вернее, человек, который приносит смерть Симона. Но и она же в конце становится его матерью. То есть то, что его порождает, то его и убивает. Поэтому яблоко – это как символ смерти. Лев Додин поставил чеховскую повесть «Палата номер 6». Худрук МДТ «Театра Европы» сам написал инсценировку, где есть доктор и пациент, общение которых вскрывает абсурд русского мироустройства. И есть больные, то есть те, кто терпит боль. Соавторами Льва Додина стали художник-постановщик Александр Боровский и художник по свету Дамира Смогилов. Первые показы «Палата номер 6» пройдут в МДТ «Театре Европы» 5 и 7 мая. А премьерный показ 14 мая будет приурочен к юбилею Льва Додина. В этот день мастер отметит свое 80-летие. На малой сцене МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля «Стойки». Одноименную пьесу специально для художественного театра написал Дмитрий Данилов, чьи пьесы Сережа очень тупой и человек из Подольска пользуются большим успехом на театральных подмостках нашей страны. Несмотря на то, что при марке автора действие происходит в обычных современных квартирах в любом крупном городе Европы, Америки или России, в нерв времени пьеса несомненно попадает. Я очень люблю, что ничего не происходит, но что-то происходит. Я люблю такие штуки, в том числе из-за моей любви к Веденскому, Хармусу, она как-то, у меня мостик сложился, как-то пьесе. И, ну, как бы это страшно не звучало, определенная безысходность пьесы, при этом попытки людей все время пробиться друг к другу, даже несмотря на то, что обстоятельства этой антиутопии нет, предполагают никакого человеческого контакта, но все равно на стремление человека оставаться человеком, вот оно меня больше всего, наверное, привлекло. И еще меня привлекла ритмическая структура пьесы, которая является, в принципе, весь текст является для меня одной большой паузой. Мы живем, мы живем, а там видно будет. Да, вот это меня понесло. Мы хотели бы отправиться. Да, на меня забыть, может, принесет? Да, может, и принесет. Ну, очень классно тебе просто и цифр задвинуть. Типа, делай свое дело и будь что будет. Да, он любит про все это. Я думаю, уже Глешка приняла, типа, в жизни понимает. Ну, а чего, наверное, по ней будет. Мы уже так понимаем. Дела правдовое никакого нет. Какого дела? Ну, вот это делай, что должен, и будь что будет. Делать нечего. Ничего не должен. Ну, тогда ничего не делай. А будь что будет. За это и выпей. Живем будем, не помрем. А помрем? Не пропадем? Перед зрителями предстает история двух поколений одной семьи. Мать и ее муж, дочь и ее молодой человек. Они живут в серых квартирах в неопределенном сегодня. И не знают, чего ждать от завтра. В мире где-то далеко произошел катаклизм. Погибло огромное количество людей. Из телевизора ежедневно звучат все более тревожные новости. Воздух пропитался ощущением безнадежности и безысходности. Что они могут сделать? Как повлиять на то, что происходит где-то там? Кажется, никак. А можно ли вообще повлиять хоть на что-то или на кого-то? Вот сидит вроде бы близкий тебе человек. Он входит в твою зону ответственности? Или каждый из вас отвечает только за самого себя? А может быть, лучше не усложнять себе жизнь и следовать известному правилу стоицизма? Делать, что должно и будь, что будет. А чтобы не было так тяжело, постоянно пить вино, которым доверху забит холодильник. По словам Павла Табакова, несмотря на внешнюю холодность, любовь между его персонажем и героиней Марией Фоминой все же есть. Я думаю, что если бы они совсем друг друга не любили, то и не жили бы вместе. Он нормально зарабатывал, судя по его словам, без плавных вещей. Поэтому мог бы, наверное, я один быть. Мой персонаж-парень занимает достаточно аморфную позицию. Он хочет и семью, и все такое. Но он боится сам это предлагать, и поэтому ждет, что его тыкнет его вторая половина. Ну, они же как бы решают не обращаться к человеку в конце. И он, в принципе, рад, потому что это не он предложил. Я правду, что в этот штык просил узнать, я-то и не собирался. А Светлана Колпакова, которая играет мать и жену, отмечает, что ей хотелось бы увести историю своей героини в свет. И так она достаточно, ну, как сказать... Серая она сама. Да, ну, безусловно, наверное, серая и страшная в какой-то степени. Но мне кажется, все-таки человеческая, безусловно, глубокая. Но мне хотелось бы, чтобы все-таки это было про жизнь, не про смерть. В российских кинотеатрах продолжают показывать падение империи Алекса Гарленда. Место действия – Нью-Йорк, недалекое будущее. Главная героиня Ли – Кирстен Данст, знаменитый фото-журналист и репортер, побывавшая не в одной горячей точке. Она собирается в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента еще недавно могущественной страны, теперь распавшейся на отдельные штаты. На момент начала фильма в США уже вовсю полыхает гражданская война. Западные штаты объединяются против войск президента. На новом американском флаге всего две звезды. А что случилось? Президент нарушил Конституцию, пошел на третий срок, устранив своих конкурентов, и дал приказ стрелять по собственному народу. Президент меж тем дрожащим голосом репетирует речь о том, что победа еще никогда не была так близка, и американский народ никогда так не сплачивался перед лицом врага. Но, похоже, сам себе он не верит. В опасное путешествие через всю страну Ли берет с собой напарника Джоэла, старого толстого журналиста Сэмми и начинающую Джесси, которая хочет быть как Ли. Так они и едут в фургоне через полыхающую страну и фиксируют пытки, казни, горы трупов в ямах и прочий ад. Кто в кого и за что стреляет разобрать невозможно, но такова уж гражданская война. На глазах у всего мира Америка уничтожает сама себя. Некоторые там политикой не интересуются, а потому продолжают делать вид, что ничего не происходит, и торговать модной одеждой под охраной снайперов. 27 апреля в Берлине состоялся премьерный показ Женини Буфигаро в постановке Кирилла Серебренникова. Конфликт, комедия, жестокость описывает режиссер концепцию спектакля. Это Женини Буфигаро выходит за рамки любовных интриг, которые закладывали Бомарше и Моцарт. Конфликтным будет само пространство, просторный верхний уровень, территория представителей высшего сословия, вступит в конфронтацию с тесным нижним уровнем, помещением для прислуги. Я давно очарована пьесой Бомарше и Женини Буфигаро, потому что она разоблачает правящий класс и основы его власти. Однако Лоренцо да Понто, как придворный либретист и оппортунист, сделал все, чтобы смягчить в либретто критику власти. А Моцарта больше тянуло к личным, психологическим сторонам человеческой природы, чем к социальным и политическим темам. А поскольку в оперном жанре смысл определяется именно музыкой, а не литературным первоисточником, Женини Буфигаро – это нечто большее, чем просто рассказ о перераспределении власти или классовой борьбе, рассказал Кирилл Серебренников. Ранее Кирилл Серебренников поставил в Берлине оперу Моцарта «Так поступают все» про гендерную войну. А после Женини Буфигаро планируют выпустить премьеру «Дон Жуан» и завершить трилогию да Понто. Андрей Прикотенко выпустит спектакль «Похождение по весу» в Пермском театре оперы и балета. Предпремьерные показы пройдут 18 и 19 мая. «Похождение по весу» – история провинциала, доведенного светской жизнью Лондона до разорения, тюрьмы и сумасшедшего дома. Игорь Стравинский написал эту оперу, увидев на выставке одноименный цикл гравюр английского художника 18 века Уильяма Хогарта. Андрей Прикотенко отмечает, что в опере вроде бы выстроен фаустианский треугольник. У протагониста Тома есть собственный мефистофель Ник и свой ангел-хранитель Энн. Но при этом все переплетено со всем – человеческое и дьявольское. Их неспособность существовать друг без друга. И то, с какой легкостью они порой меняются местами, стирая грань между мистическим и обыденным. Для Андрея Прикотенко, главного режиссера Новосибирского театра «Красный факел», эта работа станет дебютом на оперных подмостках. В Московском губернском театре состоялась премьера первого в истории театра инклюзивного спектакля «Голубое и зеленое». Постановка создана на основе одноименного рассказа Юрия Казакова – мастера легких и душевных историй о любви и взрослении. В постановке «Голубое и зеленое» зрители увидят артистов труппы губернского театра, а также актеров с особенностями здоровья Центра инклюзион и других инклюзивных проектов. Спектакль родился из открытой инклюзивной лаборатории «Внимание. Театр». И режиссер, и актеры постановки были выбраны в ходе творческого конкурса. Именно тогда родилась основная задумка спектакля. Независимо от пола, возраста, особенностей здоровья и прочих различий, все люди способны любить, а все, кто любит, равны. Каждый актер, как и каждый человек, знает, что такое первая влюбленность, помнит свои надежды и ожидания, знает, что такое горечь разочарований. Для нас это очень важный опыт. Впервые на нашей сцене появятся инклюзивные спектакли, где будут играть актеры нашего театра и актеры с инвалидностью, рассказал художественный руководитель Сергей Безруков. Я видел эскиз и поразился тому, как искренне, эмоционально работают актеры Центра инклюзион. Многие из них не уступают в органике актерам театра. Это тот самый случай, когда ограниченные возможности могут стать безграничными. В Малом театре представили премьеру в «Чужом Перу-Похмелье». Спектакль поставила китаянка Ланьбо Дзяо, победительница режиссерской лаборатории «Постигай Островского». Она окончила курс Григория Козлова в Санкт-Петербургском РГИСе. Эскиз Ланьбо Дзяо стал лучшим среди работ во время, посвященной Островскому лаборатории, которая проходила в Малом, и понравился Юрию Мефодьевичу Соломину. Поэтому у режиссера появилась возможность поставить в театре полноценный спектакль. Эта пьеса малоизвестна и, как мне кажется, недооценена, делится своими соображениями Ланьбо Дзяо. Стремление осознанно или бессознательно вмешиваться в чужие дела, наверное, является частью человеческой натуры. В Китае есть похожие идиомы с положительной окраской. Человек, находящийся в самом конфликте, слеп, а человек в неконфликта разумен. В этой истории мне интересно то, каким образом любовь служит обоснованию решений. 18 мая в Центральном доме литераторов состоится концерт Театра Москвы Булату Акуджаве, посвященный столетию поэта. Камерный зал Центрального дома литераторов выбран не случайно. На эту сцену Акуджава не раз выходил в концертах своих друзей-бардов и давал свои сольные концерты. Среди участников концерта Ирина Муравьева, Авангард Леонтьев, Ольга Остраумова, Вениамин Смехов, Елена Камброва, Марк Розовский, Михаил Левитин, артисты Театра Унигитских ворот, Театра Эрмитаж и Театра Современник, студенты ГИТИСа и многие другие. Субтитры создавал DimaTorzok